Девушки отдыхают Новый голос. Ну, на самом деле, новый, не новый, не важно, но, в общем, вот мой новый авто, которое я приобрел за сто... Так ты хочешь встретиться или нет? Другого такого шанса не будет. Послушай, я же тебя не знаю. Приезжай, да мы познакомимся. Которое я приобрел за сотню веселеньких очков опыта, которые даются, собственно говоря, во время выполнения достижений. Авто довольно шустрое, но, по-моему, самую маус неповоротливое. Хотя нет. На сотке, в принципе, входит в поворот, что довольно нормально. Воу. Что это были за фрезы? Не очень-то люблю, когда такое происходит. Да ладно. Вообще мы в Лас-Вегасе продолжаем решать проблемы. У всех и вся. Люди расступаются, как обычно, давай нам проехать. Куда же без этого. Базовые машины, да, кстати. Они абсолютно бесполезны, неповоротливы. Так, здесь доступен режим только в одиночку, поэтому поехали. КОНЕЦ Что за фигня? Мои условия. Я в команде, если поможешь мне разыскать сестру. Идиот. Только выруби эту чёртову музыку. Привет, Алекс. Я Роксер. Ну, можешь звать Роксаной. Ну, и что девушка должна сделать, чтобы её покатали? Черт, жалко кофе разлил. Ну, и что дальше? Кто ты на самом деле? Чёрт тебя, Дин. Меня зовут Роксана. Я компьютерный ангел, который ждёт рыцаря в сияющих доспехах. Круто, но непонятно. Расслабься. Важно не то, кто я. А что я могу предложить? Поезжай. Ну, давайте поехали. Расскажи мне о своей сестре. Её зовут Дарья. Она всегда была дикаркой. Недавно она связалась с 5-10 и пропала. Я пообещала матери найти её. Ты что, какой ты секретный агент? Что это ещё за хакерская чертовщина? Нет. Я обычная компьютерная фанатка, которая пытается присматривать за сестрёнкой и оттачивает навыки, взламывая полицейские отчёты. Из чего мне тебе доверять? Послушай, Алекс Тейлор, если бы я представляла угрозу, ты, Зои, Гарри и Алита давно бы об этом знали. Так что тебе придётся поверить мне на слово. Ну, да, логично. Уж кто-кто, а ФБРы знали бы обо всём уж точно. Ну, ладно. В любом случае, меня бы даже как минимум попросили бы сами знаете кто, сами знаете почему, её убрать. И тогда было бы всё ещё лучше. В кавычках, конечно. Ну, ладно, финиш. Что-то как-то простенькая какая-то гоночка такая. Кажется, приехали. Познакомься с новыми соседями. Ух ты! Тут всё по-другому. Садись. Мне о многом нужно тебе рассказать. Горные штаты купить нельзя. Когда 5-10 пришли сюда, полиция отметила, что мощных машин стало больше. В каждой задержанной тачке находили контрабанду. Изъятые деньги идут на развитие полиции. Копы неподкупны и набирают силу. Это бесит 5-10. Все деньги банды доцента проходят через эти земли. На юг гонят тачки, обратно контрабанду. Сеть местных дорог – это жизнь 5-10. И копы наступают. Бритва тут бессилен. А вот мы как раз нет. Хакеры привыкли обходить трудности. Если дорога закрыта, я найду обходный путь. Проложу другой маршрут. Вот наша тактика. Копы блокируют дороги. Обойдём их. Если подо мнём денежный поток, бритва сделает тебя V6. А это ближний круг. Это нам как раз и нужно. Приятно это слышать. Собственно, что я ожидал вас, как говорится, от хакера. Ладненько. Машинку здесь мы частично собрали. Как можно посмотреть, сколько там одна деталь. Одна деталь, знаете, со стороны это похоже на какой-то катер. Так, давайте посмотрим навыки. Мы много уровней подняли. Я думаю, что у нас дофига очков опыта. И посмотрим, что, кстати, она даёт нам. Так, смена передачи. Разгон вашей машины увеличивается на тттттттм. Понятно. Группировок можно отправить двое, друзья, одновременно. Больше очков за задание группировки ПВП. Все детали для раллийных машин стоят меньше. Так. Давайте прокачаем вот это. Будем получать больше опыта за задание. Все детали для внедорожников. Так, расплакируем приложение мобильных, чтобы ремонтировать свою машину в любом. Стоимость ремонта. Все дела. Ладно. Управление машин увеличивается. Возможно хорошая штука, так. Меньше на процент. Все детали для стриткаров. Награда за совместные, выполненные обычные и прочее. Так, отражение получения двух очков. Давайте повысим ее до 20%. Эффективность работы тормозов. Вот, кстати, тоже полезная штука. В принципе, таким. Ну и вот так. Остальное. Вот, ну, не знаю, хоть не просили вот эту штуку увеличить, но как-то не то. Так, скорее. Лучше на два. Вот это бы надо было улучшить. Больше за трюки. Ладно. Разберемся, думаю, еще. Так, навыки. Вот моя коллекция, собственно говоря. И вот новая машинка, которую можно преобразовать в суперкар и в гоночную машину. Вот. На самом деле, надо будет сейчас еще посмотреть, купить что-нибудь получше. А так у меня еще есть, собственно говоря, довольно неплохие тачки. Ладно. Поглядим на это дело. Но, наверное, потом. Пока что заглянем в мастерскую. Посмотрим, какое железо можно установить. Ой. Тупо нагрентатели. Все дела. Так. Топовая. 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 Ну, и здесь, видимо, тоже, да? Угу. Ремонтируем машинку. Отлично. Так. У нас есть, в общем, 29 тысяч... КК. То есть, кредитов. Я буду искать полезную информацию в темной паутине. А ты будь наготове с раллийной тачкой. Ну, для начала мне нужно ее найти, взять и все дела. Алекс, твоя новая подружка просто прелесть. Похоже, она знает все о тебе, мне и все операции. Да, привет. Где она? В компьютере, наверное. Где же еще? Если ты вдруг не понял, одно неверное движение и Коберн нас раскусит. И тогда всему конец. Нельзя, чтобы какой-то выскочка вмешивался в работу ФБР. Зои. Она, возможно, все слышит. Точно. Привет, Зои. Ах ты. Так, иди сюда. Быстро. Подкололи Зои. Так, простите, как говорится, но где-то вот там есть задание. Как туда проехать? Наверное, надо объехать вот сюда. Ну да, так я и подумал. Попробуем проехать. О-о-о-о-о-о-о. А-а-а-а-а. Нормально, меня на трассу вернули, блин. Вы видели, да? Да ладно. Нет, особо тратить не будем. Будем гонять, как странный человек. Так, тихо. Все, поехали, 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 поехали. Тихо, 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 тихо. Ну, я хочу золото получить, ребят, давайте, ну. Ээээ. Это было ни хрена не честно. Я обгонял золото, но получил все равно серебро. Ладно, плюс у 17, я думаю, для этой тачки прям великолепно. Поэтому это круто и все классно. Ладно, продолжить. А-а-а, попутно мне нужно взять раллийную тачку. Чтобы мне взять раллийную тачку, мне нужно зайти вот в этот гараж. Чё-нибудь мастерская. Значит, быстрое перемещение. Ага. Так, заходим. Ух ты, ух ты, ух ты. Итак, какая у нас машина годится для ралли? Собственно, раллийная тачка у нас опять будет только одна. И это опять мой любимый, мой любимый форт мустанг. Тут уж как бы... Раллийная машина. Наплачено опять Зои. Поэтому без проблем. Все дела. Ух ты, ух ты, ух ты, смотрите-ка. Это совершенно новая машина. Так. Чё там осталось? Распродажа. Осталось один день. Не знаю, чё там, в общем, распродают. Но давайте быстренько попробуем сделать. Так. Цвет. Официально, естественно, нет. Так. Отсюда смотреть будет приятней. Сделать ее надо какой-нибудь такой... Вроде бы не сильно приметный. Давайте вот так. Наклеечки. Почему вот с этим обидно? Нету русского флага. Как я уже не раз говорил. Ладно. Так, гонки, черепа. Так. Готиков, флаги. А где, кстати, новая наклейка, которую я получил? О. О. Кстати, прикольная наклеечка такая. Давайте вот ее и поставим. Салончик. Сейчас поглядим, как его можно изменить. Э, ну, хорош. Ты мне... Весь кайф обломываешь, дружи. Так. Где-то вот желтенькое. Ага. Вот была желтенькая. Красная. Ну, цвет салона в цвет всего остального. Официально? Ну, ладно. Здесь не надо. Диски, внешний вид, железо. Железо. Да, тут на нее, опять же, ничего не будет. А вот почему-то, кстати, нельзя. менять бампера и прочее. То есть, все-таки вот это печально. Ну, ладно. Ничего страшного. Я думаю, что мы как-нибудь с этим разберемся. Да, выходим. А, вот. Вот теперь понятно, что это за тачка. Такой... Вот это до ужаса внедорожник упоротый. Змеи, группировка 5-10 в Горных Штатах ищут новых членов. Оставайся в своей прежней группировке или выбери новую. Душа, останусь в прежней. Потому что все-таки... Группировочка-то хорошая. Ох. Классно. Тачка водится. По крайней мере, вот насколько я могу судить. Хорошо поворачивает. Ну, ладно. Давайте посмотрим, где у нас там заданется. Чтобы к нему сильно далеко не ехать. Кстати, где она? Така, ну-ка. Оу. Тихо. Давайте где-нибудь вот здесь вот переместимся. Отлично. Аликс, хватит спать. Пора испытать твою новую малышку. Ты только что сбросили случайный груз прямо у нас под боком. Есть шансы покатать тачку и показать боссам 5-10, что ячейка вегасе снова у руля. Что значит, хватит спать? Не веди себя как ребенок. Пошевеливайся. Умные, да? Ладно, едем потихонечку. У нас 520 уровень машины, кстати. Тоже частично лучше некоторых наших обычных. Ну, да ладно. Продолжаем наше путешествие, скажем так, по карте. И вот мы доехали до задания. Пробовать быструю гонку смысла не вижу, потому что там нет никого в округе. Поэтому будем тут ездить. Плюс 15 нам дает золото. Оксана, я на месте. Хорошо. Постарайся найти груз. Я взломала передач, чтобы ты нашел дорогу. Сверь все с картой, забирай груз и выбирайся оттуда. Хорошо, сделаем. Три, два, один. Поехали. Мне нужны данные скорости твоего внедорожника. Не сходи с трассы. Как можно выбрать оптимальный маршрут на таком монстре? Я знала, что ты поймешь. Ладненько, попробуем не сходить с трассы и попробовать ее понять. Вот как-то так. Ладно. Теперь у нас есть у самих наш любимый монстр, на котором действительно можно погонять. Надеюсь, что он покажет довольно неплохой класс вождения. Ну и я на нем, соответственно. Впрочем, гонять по внедорожью это не моя хорошая специфика. Как и впрочем, вообще гонять это не мое в каком-то смысле. Но я всегда считал, что более или менее вожу в принципе нормально. А вот. Пробуем разгоняться, держать примерную скорость. У нас уже почему-то трясется капот. Видимо, мы каким-то непонятным для меня образом его успели повредить. Но да ладно. Будем надеяться, что все будет хорошо. Так. Мы едем, едем, едем. Пока все нормально. Тихо. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Подлетать нам тут не нужно. Ой, нам не нужно тут подлетать, ребята. Это я знаю на 100%. Так, пропустили. Ладно, поехали дальше сразу же. Не тормозим. Упс. Тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так. Давайте сначала вот эту кучку возьмем. Потом уже будем смотреть, что дальше делать. Оп. Взяли. Отлично. Теперь вот эту кучку. Да! Это только половина, Алекс. Поднажми. Теперь за этими пойдем. Эй! Не успел довернуть до того, но да ладно. Так. Теперь вот те можно собрать. И вот за этими заехать. А потом и вперед. Готово. Теперь вот эти. Надеемся, что мы их не перелетим. Так. Финишная прямая, Алекс. Прошу тебя быстрее. Стараемся. Так. В общем, она будет сейчас оценивать наши скорости и маневренности, так сказать. Поэтому. Я надеюсь, я успел вовремя. В любом случае. Насколько это, в принципе, возможно было. Задание выполнено. Получаем 36 уровень, наконец-таки. Серебро. За это получаем плюс 9. Отлично. Почему бы нет? Собственно, поехали. Свободный режим. Все дела. Все отличненько. Я закончил. Что теперь? Дело пошло. Мы уже получаем заказы и заявки на перевозки с восточного и западного побережья. Похоже, горная ячейка снова заявила о себе. Видела бы меня моя классная руководительница. Шутник.